Продолжение следует... 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 Андрей Васильевич, в конце прошлого года Одинцовский округ был в лидерах по числу госпитализации в регионе. Сейчас, я так понимаю, тенденция изменилась. Да, еще раз тоже здравствуйте. Да, мы в конце года были в лидерах. Ну, тут много факторов, можно сказать. Были факторы, которые мы считаем своими недочетами. Это все-таки, может быть, не очень адекватное лечение на дому. Потому что у нас были проблемы с препаратами. Мы, соответственно, опять-таки, выдавали, может быть, не так и по схемам. Поэтому эти люди потом в итоге к нам ложились на нашу койку. Сейчас мы этот кардинальный вопрос пересмотрели. Мы сейчас тестируем, можно сказать, двумя уже факторами. У нас есть тесты, тесты, экспресс-тесты, ИХА, очень четкие, точные. И есть тесты плановой ПЦР. То есть мы сейчас делаем тесты те и те. Соответственно, выявляем, можно сказать, больше. Условно говоря, сейчас, конечно, тенденция на снижение очень сильно идет. Но в целом выявляем и начинаем лечить на ранних стадиях. То есть тоже существенно сыграло в том, чтобы мы людей, соответственно, не госпитализировали, а лечили их на дому. И, естественно, мы сейчас выдаем препараты тоже пациентам по схемам лечения. Там от ковида, от пневмонии, от ОРВИ. То есть все наличие есть, соответственно, полностью в полном объеме. И мы адекватно по схемам выдаем. Что тоже повлияло на уменьшение, соответственно, госпитализации. Кроме того, в целом у нас конечный фонд очень большой в округе. Потому что самый большой в Московской области. И, конечно, когда мы делаем КТ, и, естественно, у врача большой соблазн пациенту вложить. То есть все-таки, когда человек находится дома, даже обеспечены препаратами, все равно будет не такое внимание, не такой бытка только, как человек, который находится, соответственно, на стационарной койке. И, конечно, когда у тебя за спиной, там, можно сказать, 2300 коек, условно говоря, там свободных, у нас всегда были свободные койки, там, не меньше, там, 20% всегда было свободно. Это было даже в худший период пандемии. Поэтому, конечно, соблазнность есть положить пациента, чтобы спокойно, он гарантированно, что он был все под наблюдением. И в стационарных условиях, естественно, можно провести другие препараты, другое обследование и так далее. Я думаю, что это тоже, конечно, повлияло, что когда такой запас скотчного фонда, соблазн есть все-таки пациента госпитализировать. Но, как сказал Илья Васильевич, совершенно верно, что у нас один из самых низких процентов летальности по Московской области. Может быть, за счет этого как раз. Да, и, естественно, за счет того, что у нас и благодаря такими здравами в Московской области такой поддержки, у нас есть все препараты, все необходимые, включая там для блокадра цитативного шторма, то есть сейчас это самое новое, по девятым рекомендациям. Мы, соответственно, полностью сейчас ими пользуемся. Конечно, тоже большая-большая. В первую волну такого у нас не было. То есть у нас сейчас, конечно, большая тоже удача и такая адекватная работа все-таки нашей системы здравоохранения. Я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. Сегодня говорим о вакцинации от коронавируса. 8495-508-86-84. Здравствуйте. 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 Как вас зовут? Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Марина. Марина, очень приятно задавать ваш вопрос. У меня, на самом деле, вопрос к Андрею Васильевичу. Слушаем. Я, мои родные, не болели еще коронавирусом. Посоветуйте, какие экономии мы можем принимать для того, чтобы переболеть в легкой форме. И второй вопрос. Если мы делали прививку от гриппа, что мы должны сделать перед тем, как прививка от коронавируса? Спасибо большое, Марина, за ваши вопросы. В интернете много разных вариантов витамин D, витамин C. Но, к сожалению, ни одни витамины не доказаны. Берегутся от того, чтобы вы не заболели или переболели в легкой форме. К сожалению, таких данных у нас нет. Естественно, если вы будете здоровы, будете принимать витамины, у вас будет, соответственно, вы видите здоровый образ жизни, у вас нет избыточного веса, у вас нет сопротивление заболевания в виде диабета и так далее, патологии с остальным почек. Конечно, вы переболеете, скорее всего, в легкой форме. Но, опять-таки, гарантировать это тоже невозможно. Можно сказать, что если вы привьетесь нашей вакциной, гамм-ковид, который у нас сейчас находится в достаточном количестве, то, конечно, вы либо переболеете в легкой форме, или вообще не заболеете. Поэтому никакие витамины, конечно, к сожалению, тут не помогут. И я бы не стал тратить на это время все-таки и какие-то ставки данной витамины. Сейчас это не так дешево. Записался бы к нам на вакцинацию, пришел бы и привелся. Это будет гарантированный и совершенно верный, правильный способ. Что касается по поводу прививки от гриппа, то в целом нет никаких противопоказаний. То есть, если вы делали прививку от гриппа, я тоже ее делал. Я делал прививку при винаре, и к тому же я тоже привился, хотя я даже переболел, еще это было в мае, но все равно привился от коронавирусной инфекции. Поэтому, если вы прививались от гриппа, это совершенно разные прививки. Они между собой не пересекаются никак. Поэтому она, к сожалению, не защитит. И поэтому прививаться обязательно от коронавируса тоже. Олег Васильевич, когда в Одинцовском округе началась вакцинация от COVID-19? В октябре началась поставка первой вакцины. И где-то с 20 октября уже началась вакцинация в округе. В первую очередь, это группа риска, это работники здравоохранения, сотрудники системы образования, правоохранительных органов. То есть, вакцинация у нас началась полным ходом уже в конце октября. А сколько человек на данный момент уже сделали прививку? На данный момент первым компонентом около 1600 человек сделали прививку. Всего же поступило почти 2600 доз прививок для вакцинации. И данные на 20 января, то есть в листе ожидания, то есть через запись, которую можно и через госуслуги, по телефону 122 осуществить, около 500 человек. То есть те, которые в очереди желают привиться. Андрей Васильевич, то есть желающих много. Мы сейчас видим очень большой спрос именно на эту услугу, на вакцинацию. И изначально мы открывали только 3 пункта в Одинцово. Соответственно, это у нас на Березово, 5, потом Можех, шоссе 134 и в Звениграде, Герсон 13. Сейчас видим, что очень большой спрос на вакцинацию. Мы сейчас открыли еще 2 пункта. Один на Березово, мы продублировали, и второй по порчению головы. Мы открываем завтра в Кубинке. Соответственно, это на Рафаимске, шоссе 38. То есть у нас получается, сейчас было 3, сейчас уже будет 5 пунктов вакцинации. Сейчас уже 4, вернее, есть, уже 5, и вот мы открываем завтра. И уже открыли запись, уже есть запись, уже даже на Кубинку, которая начнется, стартует завтра. Поэтому, да, вот именно спрос сейчас на вакцинацию, конечно, очень большой. А можем сказать, вот сколько примерно люди будут ждать прививки, когда их пригласят? То есть сейчас может записаться на завтра. То есть ждать, ждать не придется. То есть желающих много, но, тем не менее, ожидание, оно не длительное совершенно. Нет, конечно. Мы просто рассчитали так, чтобы у нас доза вакцины хватило на всех, и вакцина у нас в кратной 5, поэтому это там, соответственно, чтобы одну ампулу, соответственно, чтобы не одну дозу не потерять. Поэтому мы, соответственно, сделаем запись в кратную 5 обязательно. Да, больше из-за кратности, да, вот как Андрей Васильевич говорит. То есть из-за того, что не хватает доз вакцины. Доз вакцины хватает, но кому-то удобнее, вот там три пункта, о которых Андрей Васильевич говорит, да, это на Березово, это на Можайском шоссе, это в Звенигороде на улице Герцена, и вот в Кубинке жители выбирают с точки зрения логистики, удобства, а уже сотрудники Андрея Васильевича смотрят именно, что, да, кратность 5 была. То есть здесь как раз вот с наличием вакцины, с возможностью то, о чем Андрей Васильевич говорил, Минздрав в этом, ну не то, что помогает, да, а просто обеспечивает максимально быстро, оперативно, то есть с этим проблем нет. Я напоминаю, что мы в прямом эфире 8495-508-86-84. Здравствуйте. Алло. Здравствуйте. Как вас зовут? Меня зовут Василий. Василий, очень приятно. Спрашивайте. Я, возможно, подключился, хотел спросить, может, уже говорили, вот, допустим, ли какие-то сферы или каких-то конкретных организаций, вернее, сотрудников, будет вот прививка обязательной, например, для учителей там в школах? Ну, то есть вы имеете в виду не на добровольной основе, а вот учителя, иди, иди, ивакцинируйся. Да, 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 то есть имеется в виду, ну, вдруг какие-то сферы больше подвержены и прям обязательно ее сделать. Или это для всех там не обязательно? Спасибо большое, Василий, за вопрос. Будет ли у нас такое? Ну, давайте здесь вот про сферу учителей, ну, вообще прям все сферы, да? Ну, да, да, к примеру. То есть есть, как я уже сказал, группы риска, да, те группы нашего населения, жителей, которые подвержены риску. Это работники здравоохранения, правильно, как лучший зритель сказал, это образование, это правоохранительные органы, это работники МФЦ, сферы услуг и так далее. И, конечно же, мы настоятельно рекомендуем сделать прививку. Но прививка абсолютно на добровольной основе, добровольная. Мы на ключевое слово рекомендуем. Да, но ключевое рекомендуем и настоятельно. Плюс эта рекомендация, да, как я бы сказал, для всех слоев населения, не только для этих групп, она подкрепляется. Вот здесь уже мы совместно с сотрудниками здравоохранения проводим массовую информационную такую компанию пропагандистскую, где, в общем-то, разъясняем, показываем, начиная от способов, возможностей, вернее, записаться на прививку, заканчивая тем, для чего она нужна, как она кому нужна, кому рекомендована и так далее. И поэтому все слои населения мы стремимся к тому, чтобы охватить вакцинации. Противопоказаний нету, то есть порога возрастного нету. Потому что сейчас еще подробнее все расскажем. Минимально есть там 18 лет, да. То есть там, допустим, учителей, если отвечать на вопрос зрителя, рекомендуем, а вот уже школьники, ну там до 18 лет не рекомендуют. Пока придется потерпеть. Один из пунктов вакцинации, расположенный в Венегородской поликлинике, проинспектировал глава Одинцовского округа Андрей Иванов. Результаты проверки в нашем материале. Перед прививкой проводится осмотр терапевта. Мы определяем показания. Противопоказания прививка показана пациентам с 18 до 60 лет. Значит, у тех лиц, у которых нет обострения хронических заболеваний, нет инфекционных заболеваний. У нас есть противопоказания? Противопоказания есть такие же, как и обычный прививок. Анализ на антитела перед вакцинацией строго обязателен. Если их обнаружат, прививку не сделают. Тем, у кого противопоказаний нет, введут две дозы с разницей в 21 день. Иммунитет COVID-19 появится только после введения второй дозы вакцины «Спутник Ви». В Одинцовском округе работают три пункта вакцинации от коронавируса, два в Одинцово и один в Звенигороде. Пока сделать прививку могут только те, кто находится в группе риска. На сегодняшний день прививки делаются медикам, педагогам, сотрудникам полиции, тем, кто находится, так скажем, на передовой. Всего мы получили уже 540 комплектов, из них 187 успешно сделаны. Прививка делается в два этапа. Между этапами три недели проходит. Побочные эффекты после прививки от коронавируса наблюдаются у немногих и быстро проходят. Вакцина «Спутник Ви» хранится при особых условиях. Ее эффективность сохраняется при соблюдении всех стандартов. Сегодня также проверил наличие холодильников, температурный режим, как прививка хранится на сегодняшний день. Поэтому здесь, с точки зрения организации самого процесса, никаких претензий, никаких проблем нет. Все в соответствии со стандартами. Вакцинация от коронавируса бесплатная и добровольная. Жители Подмосковья смогут записаться на прививку от COVID-19, начиная с 15 декабря. В прямом эфире телекомпания «Одинцова» программа «Главная тема». Сегодня мы говорим о вакцинации от коронавирусной инфекции. 8495 508 86 84. Наш номер телефона. Звоните и задавайте ваши вопросы. Сюжет был сделан в начале декабря и уже практически за месяц очень многое изменилось. Завтра будет 5 пунктов вакцинации в Одинцовском округе. Планируется ли их дальнейшее увеличение? Олег Васильевич. Да, мы планируем открыть максимальную доступность для жителей и удобство для жителей. Это торговые центры, это МФЦ. Уже ведется работа техническая. Я знаю, Андрей Васильевич сегодня уже был в Вегас-Кунцево, смотрел помещение. Это будут не просто пункты, это будут удобные для жителей, в первую очередь, пункты, брендированные соответствующим оборудованием, соответствующими специалистами. которые будут работать и в субботу, и в воскресенье в определенное время. Когда уже будет определено точные адреса, и они будут укомплектованы, конечно, графика, мы доведем до жителей, и, в общем-то, сделаем, скажем так, максимально все удобно для жителей округа, и максимальное количество, насколько это возможно, точек. То есть, так называемые, ну, не мобильные точки, а точки не в стационарах здравоохранения, и не в поликлиниках, а удобные для жителей. Я напоминаю, что мы в прямом эфире 8495-508-86-84. Здравствуйте. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста, как вас зовут? Здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер. Юрий, меня зовут. Я пенсионер. Подскажите, пожалуйста, в последнее время пошла полемика по видам прививки. COVID-19, потом корона, и вот это Чумакова. И непонятно, какая из этих прививок лучше, и какая дольше вера для... Иммунитета. Да, иммунитет. Могли бы прояснить, потому что даже вот читал, в последнее время, Чумакова, статья была, он как-то не очень, будем так говорить, ну, по моему мнению, отзывается по COVID-19. То есть там какие-то проблемы по отличным исследованиям. А вы планируете сделать прививку? Да, планирую. Поэтому меня избило. Вроде собрались, а потом начинают вот эти поперевизмены, ну, и вот в интернете. То есть обязательно собираюсь, да. Спасибо за вопрос, Юрий. Хотел бы просто определиться. Поможем Юрию определиться? Постараемся помочь, но на самом деле сейчас у нас очень короткий период наблюдения. То есть сказать о том, сколько держатся антитела, пока невозможно. Потому что эта вакцина, так скажем, не имеет больше, чем 3 месяца, период наблюдения. Это можно сказать через год, через 5 лет, но не сейчас. Что касается, чем прививаться, опять-таки, все вакцины, они допущены до прививки, в смысле до прививок уже, до вакцина, соответственно, они безопасны, проверены, прошли все этапы, необходимые для клинических испытаний. Сейчас вакцина массовая, которую мы получаем, это, соответственно, гамм COVID-19, как в случае, изображена. Соответственно, мы именно ей прививаем население. То есть, это вакцина, которая была первая, которая прошла все стадии клинических испытаний, и поэтому, придется, мы сейчас проведем пока только ей. То есть, IPVAC, которая новосибирская, векторовская вакцина, у нас сейчас ее пока нет. Соответственно, мы сейчас ее на массовую вакцинацию провести не можем. Да, сейчас проходит на клинические испытания, по-моему, третий этап заключительности, если не ошибаюсь, но в целом, пока у нас только вакцина одна. По Чеманковской ее, в принципе, сейчас нет. То есть, я там даже не у меня здравия, ни, соответственно, про нее даже пока еще не слышал, не видел. То есть, пока даже не было на этапе, когда так понимаю, что, то есть, в этих случаях мы в клинических испытаниях не участвовали в этой вакцины. Поэтому, при вас сейчас нужно пока, соответственно, вакцины института Гамалеи. Согласно информации от директора данного института, она, значит, антиталов будет держаться около двух лет, как это говорит, соответственно, директор данного института, поэтому мы скажем, так ли это на самом деле или нет, и тогда у нас будет какое-то уже там медианное наблюдение. Андрей Васильевич, если возвращаться к пунктам вакцинации, в частности, передвижным, давайте, во-первых, расскажем о том, чем должны быть пункты вакцинации оборудованы, и удастся ли их точно так же оборудовать, например, в торговых центрах, в каких-то других местах, не поликлиниках, не медучреждениях. Ну, на самом деле, там стандартная медицинская мебель, ну, чтобы просто было удобно работать. Обязательно холодильник, который держит температуру от минус 18 и ниже, соответственно, должен быть морозильная под камерой. Это обязательные условия для хранения вакцины. Все, что будет плюсом, она будет просто портиться, соответственно, и тогда это будет бессмысленно прививаться. Поэтому обязательно медицинская мебель стандартная для удобства, обязательно холодильник, это главное условие, и, естественно, аптечки, которые предотвращают возможно, то, что мы готовы к тому, что будет у кого-то шок на фоне приема данной вакцины, такое бывает на криптам и так далее. Мы к этому готовы. Поэтому стандарт, когда выезжаем, обязательно прививка, мы с собой берем обязательно аптечку, укладку, где находятся препараты, снижающие, соответственно, антигистамины, снижающие реакцию и так далее. Это все у нас в наличии обязательно есть. Ну и, собственно, наверное, будем еще выдавать сертификаты, соответственно, рабочее место, это обычный компьютер, наверное, там, система интернет, чтобы можно было в ваши данные внести в вашу прививочную карту, в том числе в электронном виде. Собственно, наверное, все. Поэтому, в принципе, в любом, скажем, торговом центре, где есть помещение, мы готовы свою точку развернуть. Нам необходимо, чтобы была мистра с сертификатом по вакцинации. Обязательно должен быть врач-терапевт либо фельдшер, кто будет вас осматривать перед вакцинацией. Ну и, собственно, наверное, все. И также мы планируем оснастить наш мобильный комплекс. У нас есть два ФАПа передвижных. Мы, как вы знаете, к нему уже жители наши привыкли. На площадь обычно мы выставляем, особенно в выходные дни, там, когда мы проявали от гриппа. Поэтому, я думаю, что мы сейчас примерно... Сейчас просто холодно, он для таких температур не очень приспособлен. Поэтому, как сейчас немножко потеплеет, мы, я думаю, будем выезжать, тоже график вам до вас доведем, даже если имеется в виду. Мы в прямом эфире. Сегодня говорим о вакцинации от коронавирусной инфекции 8495 508 86 84. Здравствуйте. Алло. Добрый вечер. Как вас зовут? Меня зовут Виталий. Виталий, очень приятно. Задавайте ваши вопросы. У меня такой вопрос. Вот я что-то не понимаю. Если человек болел бессимптомно, у него в крови должны быть антисела. Он об этом не знает, медики не знают. Показана прививка? Вот как понять, можно прививаться или нельзя прививаться в это время? Спасибо, Виталий, за вопрос. Значит, мы прививаем контингент. Во-первых, вы можете записаться сзади ИФА. Если у вас есть сомнения, болели вы или не болели, может, ваши родственники болели до полугода, вот в этот период, тогда лучше сдать кровь на антитела, на ИФА. У нас есть запись также через ЕМИАС на кровь, то есть вы приходите совершенно бесплатно, сдать сзади и сзади кровь. Получаете данные по антитела, вы принимаете решение, будете перерываться или не будете прививаться. Если вы переболели более чем полгода назад, соответственно, и у вас нет контактов, не было таких прям достоверных контактов с эпид больными, то можно привиться сразу. То есть на тела сдавать не обязательно. Соответственно, вот, собственно, два условия. Либо сомневаетесь, тогда сдайте кровь, не сомневайтесь, тогда прививайтесь. На данный момент, я так понимаю, что прививку от коронавируса сможет сделать любой желающий. Какие есть противопоказания? Кто прививку сделать не может? Человек должен быть просто здоров. Мы пока не можем сделать детям. То есть до 18 лет мы пока прививку не делаем. И главный человек должен быть здоров. Соответственно, не должен быть признаков ОРВИ, он не должен болеть с ковидом или быть похожим на это на настоящий момент. Поэтому смотрите обязательно врач. Ну и если есть выраженные ледератические реакции. То есть если, в принципе, он является аллергиком, там была реакция на грипп, там и так далее, то тогда тоже, скорее всего, мы не привьем. Все остальное, особенно если диабет, лучше привиться. Потому что диабет очень тяжело протекает на входе коронавируса. Проблемы с почками, особенно хронические почечные несовершенности протекают очень тяжело. Больные такие погибают, к сожалению, очень много. Поэтому, конечно, вот эти категории, которые болеют, гипертония, проблемы с сердцем, лучше привиться. То есть это не является основанием для отказа от прививки. В прямом эфире мы работаем. Говорим о вакцинации. 8495-508-86-84. Здравствуйте. 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 Можно задать вопросик? Да, конечно. Как вас зовут? Карина. Карина, очень приятно. Планируете вакцинироваться? Или, может быть, вы уже вакцинироваете? Да, планирую. Но есть вопросы. Задавайте. Да, но есть вопросик. Может быть, задавали, знаете, только подключилась. Вот хотелось спросить, а будут ли делать прививки ковида детям в стадах и школах? Спасибо, Карина, за вопрос. Мама переживает. Да, я отвечу, наверное, шлевая. Значит, да, я повторю. У нас пока данных о том, что можно прививать детей, в России нет. Соответственно, сейчас, думаю, будет планироваться какие-нибудь клинические испытания, насколько я знаю, именно у детей. Пока на настоящий момент мы вакцинацию детям не проводим. Но правильно ли я понимаю, что дети достаточно легко переносят коронавирусную инфекцию? Да, да. В целом, да. Без симптомов, да. Но они могут являться переносчиками. Поэтому и специально для Карины, и для всех зрителей, кто только подсоединился, скажу, что мы настоятельно рекомендуем нашим педагогам, учителям, все, кто задействован в сфере образования, прививаться, чтобы, в общем-то, самим не заболеть, не быть переносчиками. Потому что как раз вот дети, и это уже подтверждает статистика, могут являться переносчиками без выраженных симптомов заболеваний. Хотя, да, мы, естественно, очень внимательно и с начала календарного года опять смотрим во всех образовательных учреждениях за эпидемиологической обстановкой, утренние фильтры проводим, помещения проветриваем, санитайзерами обрабатываем и помещения, и, в общем-то, все, с чем может соприкасаться человек. Да, но при этом вот среди детей выявленных симптоматики, ее нет. Хотя тоже болеет, к сожалению. Андрей Васильевич, решил человек сделать прививку. Как к этой прививке готовиться и нужно ли готовиться? Готовиться никак не нужно. То есть, просто приходите, соответственно, ну, условия слова одно, это надо быть здоровым. То есть, не нужно ни там, ни температуры, ничего, признаков. Приходите, соответственно, и прививаетесь. Одними из первых прививку от коронавируса сделали те, кто больше других подвержен риску заразиться. За ходом вакцинации педиатров Одинцовской областной больницы наблюдала наша съемочная группа. Сегодня педиатр Денис Давыдов, сам пациент, в назначенное время спешит на прием к терапевту. На руках готовые анализы на антитела к COVID-19. Без их результатов прививку не сделают. Сначала мы прошли тестирование антитела, мозги сдали, когда они все отрицательные, антитела нет. Соответственно, вы допускаете до прививки абсолютно здоровым. Прививку от коронавируса делать не страшно, говорит Денис Давыдов. Страшно заболеть самому и заразить других. Среди его пациентов как больные малыши, так и новорожденные. В арсенале защитных средств детского доктора стандартный набор маски, перчатки, антисептик. Готовиться к прививке заранее не нужно. Главное условие – антител коронавирусу у пациента быть не должно. Есть еще возрастные ограничения. Тем, кто младше 18 и старше 60 лет, терапевт добро на вакцинацию не даст. Абсолютно не больно, как Амарик укусил, медсестра волшебница, так что не переживайте. Абсолютно все безопасно, стерильно. Спасибо вам большое. Теперь защищать педиатра от коронавируса будет вакцина «Спутник Ви». Для Одинцовской областной больницы закупили порядка 240 доз. В ближайшее время поступит еще 300. Условия хранения сложные, поэтому прививку можно сделать только в медицинском учреждении. Не менее минус 18 градусов. Все в замороженном виде. Мы их вытаскиваем, когда уже человек подошел на вакцинацию, мы идентифицируем его и сразу же вытаскиваем. Там разморожение идет от 5 до 7 минут. Закупленного количества вакцины хватит не только на медработников. У большинства из них уже есть антитела. Но и на сотрудников образовательных учреждений, полиции, МФЦ, сферы ЖКХ. Никаких очередей. Прием пациентов строго по предварительной записи. Вакцинация, как правило, переносится нормально. В единичных случаях отмечались незначительные проявления в виде постфакцинальных реакций, которые проходили в первые же сутки и не требовали лечения. То есть, ну, возможно, какое-то недомогание, слабость. Но самое главное, что все это проходит буквально за одну ночь. Сегодня мы делаем приемочку от ковида. Первый компонент через 21 день через второй компонент. Пятидозовая вакцина от коронавируса рассчитана, соответственно, на пять человек. Хранится после разморозки в течение двух часов. Поэтому пациенты идут один за одним. Следующая – Юлия Дегтярева, тоже педиатр. Если есть возможность защититься, тем более от тяжелого отечения, то я всегда за. Не вакцинирована от гриппа, макока, поэтому сразу решила принять ковида тоже. Прививка сделана, но забыть про маски, перчатки и антисептики все равно не получится. Антитела к коронавирусу должны появиться только после введения второго компонента вакцины через 21 день. Да и после успешной вакцинации все равно лучше поберечь себя. В прямом эфире этого программа «Главная тема». Сегодня мы говорим о вакцинации от коронавирусной инфекции. 8495 508 86 84 наш номер телефона. Андрей Васильевич, сюжет снимался. Вот так начиналась вакцинация, так скажем, в Одинцовском округе. Сейчас, я так понимаю, стало еще проще. Давайте прям пошагово расскажем. Мы заходим на портал, звоним в поликлинику, просто приходим в поликлинику. Что делать? Мы заходим на портал госуслуги, находим свою поликлинику в ближайшую точку вакцинации и записываемся. Там есть запись на вакцинацию, прямо туда записываемся. Все. Это первый вариант. Второй вариант. Звоним по телефону 8 800 550 50 30. Это телефон колл-центра губернатора. То же самое. Записываемся на вакцинацию. Третье. Приходим в поликлинику, подходим к информату и также записываемся на вакцинацию. То есть мы там, соответственно, вам поможем это сделать. Вот, собственно, три возможных варианта записи на вакцинацию. Дальше также осмотр терапевта, вакцинация. Да, терапевта и вакцинация. То есть на антитела уже можно не ставить? На антитела при желании. То есть, соответственно, когда сюжет снимали, это было начало. Тогда были такие рекомендации. Сейчас, соответственно, закончат клинические испытания определенный этап. И, соответственно, эти рекомендации были сняты. То есть сейчас можно не брать кровь на ИФА. Это сейчас стало уже необязательным. Олег Васильевич, Вы уже упомянули, вакцины на всех хватит. Вот сколько бы желающих не было, всем найдется. Да, именно так. И повторю, да, то есть порядка более двух с половиной тысяч доз вакцины и первого, второго компонента получено. И даже с учетом того, что в листе ожидания так называемым более 500 человек есть также запас вакцины на всех трех пунктов. И тот пункт, который в Кубинке, то, о чем Андрей Васильевич уже анонсировал, открывает завтра глава, тоже туда уже предусмотрен запасы и первого, и второго компонента. То есть проблем с поставкой вакцины нет. И тут отдать должное и Минздрава, в общем-то, достаточно быстро реагирует на наши запроводцы, потому что вопрос этот лично контролирует губернатор Андрей Юрьевич. И, в общем-то, все службы отрабатывают каждый в своей компетенции. 8495 508 86 84. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Здравствуйте. Меня зовут Светлана. Очень приятно, Светлана. Меня вопрос к Ольге Васильевич. Задавайте. Если я сделаю первую прививку от КАИ и после этого заболела, нужно ли мне делать вторую прививку? Спасибо большое, Светлана, за вопрос. Как быть в такой ситуации? Нет, делать не нужно. Соответственно, вы полгода должны быть подождать. То есть то же самое попадать, получается, в противопоказание на полгода на прививку. То есть вы не делаете вторую часть, а когда делаете уже через полгода, вы делаете уже опять обе части. И первую часть тоже, и вторую, и вторую. Андрей Васильевич, я не могу не задать следующий вопрос. Особенно перед Новым годом бурно он обсуждался. Говорят, перед прививкой от коронавируса нужно длительное воздержание от алкоголя. Ну, для многих, видимо, это достаточно проблематично. Так вот, сколько дней нужно воздерживаться до и после? В идеале 3 дня, 3 после. То есть не 50, не месяц? Нет, нет. 3 дня до прививки, соответственно, в день прививки желательно не пить, и 3 дня после прививки. И все. И примерно такие же рекомендации по поводу нагрузки физической, тяжелой нагрузки, спортзал и так далее. То есть 3 дня после прививки лучше не ходить. Потому что будет ломота, может быть, будет недомогание, может быть, опять-таки. Поэтому лучше 3 дня себя поберечь. Мы когда снимали вакцинацию, многие спрашивали, а на работу ходить надо в этот период? На работу ходить надо, да. На работу это никак не влияет, поэтому свои обязанности выполнять. Да, больничные не дают. Не дают, понятно. Но зато потом будет иммунитет, и опять же, без больничного, счастливо будем здоровы работать и выполнять свои обязанности. Ну и вопрос, наверное, от диванных скептиков. Звучит он часто, не буду спрашивать про чипирование, задам его более литературно. Действительно ли вакцина безопасна и действительно ли она защищает от коронавируса? Мы делали исследования у себя в лаборатории тоже. Соответственно, брали антитела до вакцинации. Ну, это раньше было обязательно, брали и файл, брали и после. Конечно, мы видим, что идет рост антитела. Поэтому у нас есть четкие данные по всем, кого мы привели, идет рост антитела. Абсолютно по каждому. Поэтому вакцина, конечно, эффективна, потому что у нас есть антитела, и мы этой инфекцией уже не переболеем. Либо настолько легкой формы, потому что мы особо даже этого не заметим. А что касается по чипированию, ну, это откровенная глупость. Вы видели, как эта вакцина выглядит, то есть там, как там чип разместить, я не очень себе представляю. Это жидкость. Самое главное, зачем? Да, и зачем. Это жидкость, по факту. То есть мы вводим, это обычный внутри, так скажем, подкожный укол. Это обычная жидкость, просто вводится и все. То есть мы ее размораживаем при вас, при вас мы ее набираем, при вас, соответственно, и, так скажем, вам же и вводим. Поэтому это тоже вопрос такой отработанный. Много ли побочных эффектов? Есть информация? Местно, может быть, в зоне ведения локально, может быть, гипертермия, это будет такой, припухлость может быть, боль может быть, но это обычно сутки-двое. Может быть, недомогание в тот же день вечером, тоже это крайне редко, но не больше, чем 5%. И, может быть, подъем температуры. То же самое, там, невысокие, там, субфибриль, 37,2-37,3, тоже, может быть, именно в тот же вечер. Соответственно, принимается легко парацетамолом, сбивается температура, более ничего делать не надо. Соответственно, если какие-то будут более значимые осложнения, мы пока их не видели ни разу. Тогда уже вызывайте скорую помощь. Ну, вот сейчас Светлана задала вопрос, вообще известно ли о случаях, когда после вакцинации человек заболевал? Нет, вот мы... После полной дозы? Нет. У нас были люди, как-то задали вопрос, что мы сделали первый компонент. После первой дозы. Это человек суммарно за весь период вакцинации, который заболели потом. Естественно, мы на полгода теперь вакцинацию отложили. А чтобы два компонента человека заболел, мы пока такого не видели. А через какое время после вакцинации возникает иммунитет? Три недели примерно. После введения второй? Второй дозы, да. Второй дозы, да. Раньше брать не имеет смысла, потому что он будет не очень показателен, поэтому, соответственно, заканчивается второй этап, еще три недели ждете, и можете сдать на ИФА, также записаться и посмотреть на какие у вас антитела. То есть вакцинация совершенно бесплатная, так же и как и ИФА, да, все анализы, все это по ОМС можно элементарно сделать. Мы все услуги в любой нашей амбулаторе оказываем. Можно записаться, сдать. Ну, многие считают, что лучше переболеть, такой естественный иммунитет получить, чем сделать прививку COVID-19. На это можете что-то возразить? Мы видим, но я даже про смерть говорить не буду, потому что это, никто не может там гарантироваться, как вы переболеете, к сожалению. Это течение болезни не предугадаешь. Конечно, вы можете переболеть там потерей обоняния, либо вообще, даже без этого, но у нас, или можете заболеть с поражением легких, с большим, потом у вас будут фиброзы, длительная реабилитация и так далее. Соответственно, мы не можем гарантировать, как вы переболеете, поэтому, конечно, лучше привиться. Потому что антитела, они примерно будут столько же находиться у вас после болезни, потому что точно не длиннейше, чем после вакцинации. Я говорю, я лично переболел, мне хватило примерно на 5 месяцев антитела. Соответственно, после этого они пришли уже в норму. Читаю, что я постоянно контактирую, делаю обходы, естественно, и об этом привился. А в целом, конечно, надо прививаться. Ждать, пока ты переболеешь, то мне, конечно, дело будет не очень благодарное. Кстати говоря, есть еще такое расхожее мнение, что у тех, кто тяжело болеет, у тех, соответственно, антител больше. Ну и наоборот. Так это или не так? Да, это так. То есть здесь правда. Когда тотальное поражение легких, допустим, а потом уровень тел там 500-600 и выше. Когда, допустим, я переболел, там, потеря обоняния, у меня было около 65 уровень тел, соответственно, в 10 раз было ниже, чем у человека, который болел тяжело с поражением легких. Ну, это вряд ли. Человек, который переболел тяжело от этого семья. Корреляция прямая есть. Есть прямая корреляция, да. Олег Васильевич, значит ли это, что человек, который привился, две дозы получил, через там три недели сдал анализ, может смело отказаться от маски, от перчаток и, собственно, ходить, как это было раньше до коронавируса? Ну, тем не менее, мы все-таки не рекомендуем от элементарных способов и методов обеззараживания отказываться вовсе, да, там, маски, где-то перчатки, обработка рук и так далее. Потому что, ну, все равно можно являться переносчиком заболевания, это не совсем будет гуманно и правильно, ну, и вообще этого допускать нельзя. И, в общем-то, то, о чем и Андрей Васильевич говорит, и медики говорят, что, в общем-то, прививка, она минимизирует возможность или протекание болезни. И человек, может быть, и, в общем-то, и не знает, что он в этот момент является переносчиком. Поэтому, в общем-то, от тех методов профилактики распространения коронавирусной инфекции, которые рекомендованы нам Роспотребнадзором, отказываться вовсе нельзя и не тем, кто привился, уж не тем более тем, кто еще не привился. Поэтому все предписания, все меры, мы, в общем-то, в общественных местах, в общественном транспорте, торговых центрах и так далее жители обязаны соблюдать. Ну, и к тому же это, мне кажется, сохранит спокойствие окружающим, потому что сейчас, когда видят людей без маски, не все реагируют на это спокойно. Ну, да, некоторые ропоты и дискомфорты вызывают, да, у окружающих, согласен. Андрей Васильевич, давайте подытожим. Вот сейчас главные способы защиты от коронавирусной инфекции. Вот сейчас номер один вакцинация, правильно? Конечно, вакцинация, да, это номер один, он, я думаю, так и останется, всегда будет номер один это вакцинация. Второй момент, конечно, что, сепсиком, когда мы прием, потому что 60 населения Московского, или России в целом, если можно сказать, тогда, конечно, эта пандемия полностью уйдет, потому что он дальше уже не будет передаваться вирус человеку, соответственно, эта ситуация просто не будет. Я думаю, что это будет довольно-таки быстро, потому что объем вакцинации сейчас, конечно, поражает, что сейчас нам поставляют там десятки тысяч эту вакцину, и сколько мы сейчас захотим, мы столько можем взять и привить. Поэтому мне нужно немножко потерпеть, и потом уже будет уже отказаться от маски, от перчаток, потому что будут послабления существенные со стороны руководства Российской Федерации. Естественно, вести здоровый образ жизни, это, соответственно, курение, алкоголь, исключить, какие-то переедания, потому что мы видим, как тяжело протекает инфекция у особенно людей с ожирением, конечно, тоже влияет очень плохо, негативно на перенесение данной болезни. Ну и, не знаю, адекватный объем воды, естественно, ну и витамины, то, что сейчас люди спрашивают, уже звонили. Да, конечно, это будет тоже на пользу. Какой-то специфический профилактик не существует. То есть, пить противовирусные препараты без коронавируса, конечно, бессмысленно. И надо именно таким, скажем, общим способом стараться быть просто здоровым и все. Спасибо большое, Андрей Васильевич, спасибо большое, Олег Васильевич, что пришли к нам сегодня в студию. Спасибо всем, кто провел свое свободное время вместе с нами. Берегите себя и до новых встреч на ОТВ. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok